Село Коткино можно смело назвать столицей спорта Нинецкого округа. Физкультурно-оздоровительный комплекс, который построен в селе в 2013 году, посещают едва ли не все жители, начиная от детишек и заканчивая людьми преклонного возраста. Коткино на протяжении уже десятка лет является столицей межмуниципальной спартакиады. Во время ее проведения село собирает до 200 спортсменов со всего округа. В чем секрет спортивных достижений Коткино, расскажет Мария Владимирова. Любовь к спорту в Коткино прививают с раннего детства. В детском саду физкультурой в теплое время года занимаются на улице, в холода, в группах из-за отсутствия спортзала. Кроме того, воспитанники детского сада посещают сельский фок. У нас есть спортзал. У нас не в шейке, у нас далеко там. Ты ходишь туда? Да, хожу иногда на батуты. Прыжки на батутах, игры в бильярд, волейбол и баскетбол – это лишь малый список спортивных забав, которые любят жители села Коткино. Физкультурно-оздоровительный комплекс посещают сотни сельчан. Школьники и младшие, среднее звено, и взрослое население вплоть до возраста после 60 лет. Женщины ходят в кардиозал, занимаются на тренажерах и так далее. То есть привлекаем все возрастные группы. Татьяна Хозяинова в кардиозале бывает ежедневно. На трех тренажерах проходит по 12 километров в день. Мышечная боль в ногах от тренировок, говорит девушка, куда приятнее болезни суставов и других недугов. Забота о здоровье важнее всего. Занимаю себя час. Здесь ходят со мной, занимаются девчонки, женщины после 60 лет и даже выше есть. Женщина ходит 75 лет. И мы занимаемся помимо тренажеров еще скандинавской ходьбой. Это ходим мы два раза в неделю, во вторник, четверг. По привлечению людей в спортивный зал в Коткино проводят планомерную работу. От бесед с молодежью до проведения различных мероприятий. И она приносит результаты. Наиболее популярен, конечно, у нас волейбол. Он как у нас зародился в селе Коткино, так он наиболее популярен. Но сейчас начинают школьники заниматься активно тяжелым пауэрлифтингом. В общем, тренажерный зал стали как бы хорошо посещать. То есть он не пустует? Он не пустует, нет. Он не пустует. Чтобы волейбол в селе развивался и дальше, а результаты были достойными, коткинские волейболисты обратились к губернатору с просьбой оказать поддержку сельским командам при выезде на соревнования по командным видам спорта в окруженную столицу. Речь, в частности, шла о транспортных расходах. Игорь Кошин ответил, что сейчас в регионе рассматривается вопрос о создании призового фонда для взрослых спортсменов, чтобы они могли сами обеспечивать себе участие в соревнованиях. Чем выше занятое место, тем больше будет средств, чтобы покрыть расходы команд. Такой вариант будет стимулировать спортсменов к достижению наиболее высоких результатов в игре.